И вот прямо страх вот такой, и он все время вот, он прям, ну, он как бы встает очень много, и хотелось бы... Значит, смотрите, если вы сейчас пойдете в поля, значит, что могу такой короткий советик дать, да? Во-первых, ну, сука, решать нужно было до этого, да? То есть проблема, которая образовалась, это следствие, да? То есть нужно было ее решать до этого. Поэтому я сейчас расскажу какие-то методы, которые, используя которые, они дадут больше эффект. Первое, вам нужно тело, да? То есть страх проявляется в теле, и вы живете в теле. Поэтому есть 84 тысячи способов воздействовать на психику, да? И 84 тысячи ворот тхармы. И тело – это один из них. Поэтому я сейчас расскажу пару телесных трюков, которые можно делать. То есть вам необходимо выработать в себе определенный паттерн. И паттерн, я скажу, значит, можно сделать следующее. Когда дальше, то есть ты будешь жить, да? По утрам обливаешься или нет? Начни обливаться холодной водой. То есть ты берешь, и я сейчас расскажу про систему якорей, которую можно сделать. То есть ты берешь утром, обливаешься холодной водой, и вот когда ты, ну, ты можешь даже вначале теплым душем немножко разогреться, потом закрываешь горячую воду, делаешь на полную холодную, обливаешься, и у тебя, короче, в какой-то момент, то есть у тебя, ну, произойдет небольшой стресс, и после стресса начнется расслабление. Вот вначале будет впрыск адреналина, а потом впрыск эндорфинов для того, чтобы стабилизировать твою психику. И тебе нужно это состояние заикарить. И ты берешь, короче, живот, ну, то есть сжимаешь живот, то есть делаешь три, ну, то есть три, три движения животом внутрь, да? Три напряжения пресса. Раз, два, три. То есть в момент, когда ты уже расслабился после этого? Да, то есть ты облился, и вот начинается, то есть у тебя организм начинает впрыскивать, и ты, короче, делаешь якорь, да? То есть раз, два, три. И делаешь три дыхания. Раз, три, ну, то есть три выдоха, совмещенные вот с этим нажатием. Это будет твоим якорем, да? Это будет якорь, который, чем чаще ты это будешь делать, тем больше это будет работать. Поэтому это тебе на домашнее задание просто, то есть начинай это делать каждый день в течение пары недель. И через, то есть просто говоришь, я буду делать это как эксперимент две недели, и посмотрю, что из этого будет. То есть две недели ты обливаешься и, ну, то есть и включаешь живот. Также сюда добавь какую-то физкультуру, любую. Сурья намаскар, какую-то зарядку легкую, просто пусть тело лучше работает. Если по твоему телу лучше перемещаются жидкости, да, то вся твоя психика также, она на жидкости завязана, лимбическая система жидкостная, вот, то ты будешь проще переносить стрессы и прочие вещи, да? Это домашка. Вот. Дальше тебе нужно второе действие. То есть тебе нужно это, то есть ты будешь этим образом делать себе состояние, а теперь мы переносим состояние в реальную жизнь. То есть ты видишь девушку, которой тебе нравится, тебе нужно к ней подходить, и ты берешь, делаешь те же самые три дыхания, и после этого раз начинаешь идти. Потому что у тебя образуется страх, у тебя в психике образуется страх. Ты внимание переводишь с проживания страха, потому что вы находитесь в этот момент в точке равновесия, да? То есть вы увидели девушку, она вам нравится, и дальше вам нужно, вы можете либо свалиться, то есть у вас либо будет вырабатываться адреналин, который будет стимулировать ваши действия, либо будет вырабатываться норадреналин. Твоя задача, то есть мы берем, облились, заикорили, да? То есть мы поняли, что когда есть адреналин, мы еще вырабатываем эндорфины, они будут увеличивать чувствительность от всей ситуации в целом, и нам необходимо перейти в действие для того, чтобы стимулировать еще больше адреналина. То есть ты берешь, видишь девушку, и после этого ты должен начать действовать. Действовать хоть как-нибудь. Подходи, маши рукой, подмигивай. То есть твоя задача – начать движение вот в ее сторону. То есть тебе нужно начать приближаться к цели. И тогда у тебя за две недели, у тебя в этом деле явно будет прогресс. То есть страх, если не уйдет полностью, то станет значительно меньше. Или он станет таким невысоким порогом, который ты сможешь более легко преодолевать. Но это системная работа, которую нужно сделать. Поэтому сейчас, когда ты попадешь в поле, делай следующие вещи. Увидел девушку, нравится, хоп, и пошел. И пошел, или махнул ей рукой, или улыбнулся, или выстрелил в нее, или воздушные поцелуи послал. То есть как-то себя проявил. И потом уже дальше на домашке обливаешься, и этот паттерн усиливаешь, усиливаешь, усиливаешь. Через две недели будет результат. Да, домашки даже просто, если ты сделаешь какое-то минимум действие при этом якоре. Ну якорь это то, что потом при включении вот этого, мозг вспоминает, бля, мы же точно что-то делали. И автоматически подтянет действие. То есть если даже абстрагируется от домашки. Ты сейчас себя научишь тому, что, в чем якорь, да, что когда я вот так делаю, я обязательно делаю какие-то действия. И даже если это мелкие действия. И в тот момент, когда будет вот пиздец, как отелка, да, там нереальная, и ты не сможешь ничего, то есть, ну, есть большая вероятность, что когда ты уже привыкнешь, включив этот якорь, мозг такой, а, бля, точно, мы же шли. То есть у него будет как, ну, как эффект собаки Павлова. То есть это реально какие-то простые биологические, я бы даже сказал, вещи. Если так работает. Все смотришь? Ну, видео для себя. Но ты не всегда можешь видео посмотреть. Ну, пусть так будет. Некоторые говорят, да, я посмотрел видос, пошел что-то сделать. А если это штуки будут системы, то чем дальше, тем будет проще. Ребят, да. У нас есть наблюдение, как еще две недели начинается кризис. То есть в целом имеет смысл такие вещи психические брать на проработку на длительный срок. То есть месяц, 40 дней. То есть через две недели у вас будет кризис. То есть через две недели использования этой штуки вы подойдете к тому переживанию, которое хреновое. И обычно здесь люди бросают. Люди бросают в двух случаях. Когда стало полегче, или когда стало вот, ну, то есть они бросают вот прям перед тем, как прорваться, перед самым прорывом, они нашли вот в этом кристалле, они нашли грязь. И они подходят к ним, и нужно эту грязь убирать. Они говорят, так, все, я не хочу. Возникает психологическое сопротивление, они бросают. И второе, когда они одну частичку грязи убрали, стало легче. Они говорят, о, все, теперь зашибись. И бросают. А здесь нужно еще немножко продолжить закрепить. То есть нужно это место еще заполировать, тогда грязь просто на место не вернет. Продолжение следует...